Почему мне какие-то, блядь, Егор орёт, блядь, чё, он чё, ты тренер, ты мне крикни, подойди, блядь, скажешь, давай ты иди сюда, блядь, всё, я не прав. Вы ебанутые, блядь, вы ебали, блядь. Здравствуйте, товарищи, это Дмитрий Егоров и канал Едим Спорт, и мой, не просто товарищ, теперь ещё и сосед. Здравствуйте, Дмитрий, алоха всем, друзья. Артём Кузьмин обсудит самые интересные моменты, которые произошли в медийном футболе в последнее время. Связанные в основном с нашей командой, естественно. Броукбойс. Броукбойс. Что? 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 Первый момент, друзья, трагичный. У нас происходят проблемы с капитанами. С Рикьяно, а теперь с Сергеем Давыдовым. Назовём это так, проклятие капитанской повязки. Как вы знаете, Рикьяно в один момент очень сильно нафлексил на райзена. Удастно было. Я тебя хоть раз долбойбом назвал. Меня пригласили сюда, и сюда полкоманды привёл. Я хочу в проект вкладываться не меньше, чем ты думаешь. Ну, хотел бы сказать, никакого недопонимания у нас сейчас с Рикьяно нет, всё решено. Просто возник момент, который уже в прошлом. Мы всегда смотрим в будущее, запомните. И живём сейчас. В двух матчах подряд футболисты нашей команды говорят, что Рикьяно радуется голам, забитым в наши ворота. Очень странно. И в том числе танцуют, когда тебя удаляют с поля. Вы ебанутые, блядь! Вы ебали, блядь! Не боли, блядь! Да, я на самом деле в состоянии был таком, не смешно сейчас. Я был в таком состоянии, что даже не видел, как он это делает. Клянусь. При том, что он танцевал прям у тебя перед лицом. Да, он у меня прям перед лицом танцовал. Прям в жопой крутил перед лицом. И я вот, ну, этого не помню, только на видео увидел. И я считаю, что это, блядь, ну, короче, это как минимум очень странно. Как минимум. Но на тонкой грани с неуважением. Потому что, как-никак, происходит трагедия для твоего клуба. У тебя ебанутый президент сходит с ума на глазах, да? И его удаляют. То есть, это уже говорит о том, что идет все не по плану. И ставят пенальти в твои ворота при счете 2-1 в матче, в котором нам нужно забирать 3 очка. Ты сам понимаешь, как сейчас происходят вообще дела в медиалиге. Мы сейчас получим до заявочки. И каждый матч, в котором будем играть, будет сложный. Поэтому, что Эрик Яна делает, не знаю, если он думает, что это вызывает восторг, у болельщиков, но не вызывает, судя по реакции, там, и комментария. Это пенка? Конечно. С железобетонной. Нет, типа без суток он просто ему вот так вот в лицо дал. Ух, блядь. Видишь, да что я обосрался. Никакого ему на поле. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, пока мой со-президент покинул помещение, расскажите, пожалуйста, почему вы танцуете после мячей, которые забиваются в наши ворота, и в те моменты, когда флексит райзен, например, и мы получаем пенальти в наши ворота. Потому что это клоунада. И вайбовое настроение никто не отменял. Я могу сказать, что, наверное, это потому, что я в этот момент не нахожусь на поле, и я как бы не участвую. Продолжаем. Так нет, когда ты на поле, ты тоже танцуешь. Нет, когда я на поле, и когда мы реально сосредоточены, я бегаю и играю. Я потанцевал, когда нам забили третий, потому что это абсурд. То, что нам забивал Арт третий, то, что нам пенальти ставят, где мы рукой там подцепляем мяч сами же. Просто нам то, что мы привозим сами себе, это абсурд. И то, что наш президент летит на суде и орет бомбит с того, что мы же сами себе привозим, это кринж и абсурд, и это полный бред. И на фоне того, как поддерживают нас наши болельщики, то, что мы сами себе привозим, это ничего не вызывает иного, кроме как смех. И такие эмоции у меня. Просто реально это забавно. И просто это такое, знаешь, именно как альтер-эго того, что происходит на поле. Когда Райзен бегает, там материт всех подряд и пытается доказать, что мы правы, а они нет. А я просто создаю эмоции танцем. Все. Спасибо вам. Ну, нет, сама суть-то в том заключается, что когда я на поле, я же хочу наоборот приумножить наш результат. Это так. А когда мы делаем шоу, мы делаем его на максимум, по полной. И все. Танцев, поверь, еще заготовлено очень много. Слушай, ну реально, что в такой ситуации делать? Ну вот Рикьян, допустим, он будет негодовать, что не так много времени получает. Он танцует, когда голы пропустят. Ну слушай, ну уже понятно все с этой... Ну вот смотри, вот условно для тебя, Рикьян, что он сейчас значит в команде? Он? Да. Ну я не знаю, это медиаперсонаж, за которым интересно наблюдать за его следующими шагами. И тем более действиями, в том числе и на бенч. Мы же сейчас это обсуждаем. Не потому, что мы это выдумали, а потому, что это произошло. Додумывается же он танцевать в таких моментах. И он как бы... Вот главный вопрос. Он выкупает... Вот для меня в макро главный вопрос всего, связанного с Рикьяном. Это такая двойная игра или чё, блядь? Потому, что когда он меня назвал в цвет, он очень плотно долбоебам и придуркам, я уже подумал, что я походу, ну, не в медиакоманде нахожусь, блядь. А сейчас какие-то эти движения начались. Не с точки зрения там испугался, хотя если я скажу точку, а с точки зрения, что, ну, мы понимаем все, что медиафутбол, тут какая-то речь. И Рикьян иногда как будто бы в натуре верит, во-первых, что он в лигу чемпионов, блядь. Ну, судя по тому, как он приезжает на стадион, он как минимум на финал, блядь, ну, кубка УЕФА выходит, я не знаю. То есть, вот момент. Насколько он сам себя оценивает в системе координат? Где? Как футболист, как медиаперсонаж или что? Потому, что уже понятно с этой лигой, что здесь люди должны быть, мало того, футболистами, во-вторых, еще и в форме. Давай спортивному директору позвоним, узнаем про Рикьяна. Давай. У нас есть спортивный директор Артем Хачатурян. Замечательный человек, очень добрый. Находит нам хороших футболистов. Вы как спортивный директор, отвечающий за кадры, мы сейчас обсуждаем одного из наших футболистов, Рикьяна. Хорошо вам знакомого, надеюсь. А в частности, его реакцию на пропущенные мячи, после которых он танцует в наши ворота. Вы известны как человек, который с первого дня сказали, что Рикьяна это тот футболист, которому бы вам хотелось помогать. Почему вот вам хотелось бы помогать Рикьяна? Потому, что он умный. Не очень понятно. Можно как-то пошире? Ну, он способен к размышлениям, к устраиванию сложных логических цепочек, то, что у него психологические трудности, то, что он не понимает, кто он, что может, что не может. Он не понимает смысл своей жизни, своего существования, это одно. А то, что он способен этот ответ найти, это тоже очевидно для меня. Поэтому мне и хочется ему помочь, конечно. Для меня очевидно, что эти ситуации требуют разговора, а не прямого вмешательства в духе, что ты делаешь, зачем ты это делаешь, мы тебя выгоним и так далее. Это как бы такая первичная реакция, она не самая надежная. Мне кажется, ситуация глубже, и он не производит впечатления какого-то откровенного мудака, который хочет делать бред. То есть он демонстрирует определенную систему ценностей, экстравагантную, не самую приятную временами, но мне кажется, он гораздо лучше той системы ценностей, которую демонстрирует. Как футболиста, может прибавлять? Все, все могут, все, ну, по-разному. Может, я же говорю, что точно может прибавлять, но все могут прибавлять, вообще абсолютно все. Потолки у всех отличаются, но прибавлять могут абсолютно все в любом возрасте. Я не знаю, насколько ему это самому, но нет ощущения, что это то, чем он живет, чем он грезит. Я повторюсь, что считаю его умным человеком, и мне кажется, у него хватает желаний и интереса в жизни. Из-за этого он, может, как-то не полностью интегрирован в процессы. Это проблема не отношения его к команде, а проблема того, что он допускает, что будет чем-то еще заниматься, что, возможно, футбол это не то, что ему надо. Но если он хочет, то, конечно, ему помочь можно существенно прибавить. Еще один вопрос. Слушай, пока, чтобы тебя не отпускать, уже не по Эрикьяну. Эрикьяну мы сейчас позвоним. Вопрос к тебе такой. Сейчас такая достаточно спорная ситуация с Ляпой. Дело в том, что тренеры не хотят его... Ну, один из тренеров не хочет его отпускать и всячески отговаривает от медийного футбола, потому что медийный футбол этому тренеру не нравится. Если нас нельзя сломать, мы уже сломаны. Ты разделяешь эту философию? Конечно, я по жизни брок. Вот, это тренер вратарей Амкала и тренер Химок. Не нравится ему медийный футбол, в частности, Райзен. но с другой стороны... Не нравится тому, который работает в медийном футболе? Ну, он работает иногда, приходит, то есть, там, на домашних матчах с вратарями. Ну, может, там Кал нравится, я не знаю, но мы-то очень не нравимся. То есть, там мыши кололись, но продолжали жрать коктусы, понятно. Ты как человек, который, в принципе, нескольких футболистов, там, юных, довел до клубов премьер-лиги, да? Ну, были такие. Это звучит громко, но был участвовал. Да. Скажи, какой плюс того, что ляпа играет у нас, и какой может быть... То есть, какие минусы, вообще, в чем ограничения? Что мы ему можем дать, и что мы у него можем забрать? Нас не сломать! Мы так поломаны! 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 В чем ограничение того, что он играет за нас? Ну, в чем? Что, чем мы ему можем сделать хуже? Ничем вообще. Гораздо больше вреда он себе наносит, оставаясь в Химках. У Химок ни одного воспитанника за столетнюю историю футбола в регионе. Никакого вреда мы ему нанести не можем. Здесь он играет с хорошими партнерами. Он играет с Виталием Тяковым, с Антоном Сосниным. Но нету в молодежной лиге, в М-лиге таких футболистов, таких партнеров у него, которые отдают ему удобные передачи. Чем более удобные передачи ему отдают, тем чаще он соприкасается с мячом. Чем чаще он трогает мяч, тем проще ему себя проявить. Но это такие очевидные вещи. Надо быть просто откровенно таким-то заблесневелым замшелым, чтобы не понимать такие вещи и ставить палки в колеса. Ляпить здесь хорошо. И в социальном плане, и в футбольном плане ему тут хорошо. Но человека не обманешь. Если человек зачем-то это делает, приезжает на тренировки, игры, значит ему хорошо. Значит он может не до конца понимать, он не может объяснить, чем именно ему хорошо. Но само ощущение он ловит, что ему хорошо. Но с другой стороны, может же быть довод, что вот человек занимается фигнёй, вместо серьёзного дела едет там куда-то играть с блогерами, там рискует, там травм получит, либо где-то потусить, слишком много смеётся, улыбается. Ты видел вообще матчи М-лиги? Я видел матчи М-лиги. Мне очень тяжело это считать серьёзным делом. У нас уровень сопротивления, у нас уровень игры гораздо выше, чем в М-лиге. Он там не чувствует людей вообще. У него превосходство в мощностях против любого практически крайнего защитника, против которого он играет. Здесь у него такой ситуации нет. Здесь у него удачный матч, может чередоваться с не самыми удачными. Это нормально. Но он ищет себя, он пробует, развивается. Я для примера могу тому же Палычу привести пример Алексея Сутермина, который в любую возможность приезжал, а чуть ли не полностью играл в Перенство Одинцовского района, выступая за то же Строгино, перед тем, как уехать в Факел. И зимой играл на Перенство Одинцовского района на паркете каждый день. Слушай, ну, можно, конечно, можно находить, попытаться найти слова какие-то, объяснить, но когда человек не настроен на диалог, он не услышит твои доводы. Объективно нет ни одного минуса в том, что Ляпа играет у нас. Единственное, что они могут сказать, он может получить травму. Ну, по-моему, этот вопрос мы решили, что, не дай бог, если это произойдет, это может произойти где угодно. Главное, примеров, как люди из кровати вставали, это и крестообразные связки рвали. Понимаешь, если это произойдет, мы же его не бросим. Мы же не занимаемся просто эксплуатацией его качества. Мы выстраиваем коллектив, команду. Нам по-человечески он близок. Мы хотим дать лучшее, что есть в нас, все, что мы можем. Это совершенно нормальные реакции и совершенно нормально то, что Ляпе это нравится, и нравится такое отношение, оно его цепляет, трогает. Но есть еще страх, что он типа, что это блогер, он здесь сопьется, еще там что-то затусит, загуляет. А блогеры спиваются все, да? Да, и при условии, что я в жизни никогда алкоголь не пил и ни на одной тусовке не участвовал. Хороший пример. Ну, здесь какие-то страхи можно иррациональные придумать, какие угодно. По факту, если называть вещи своими именами и разбираться в этой ситуации, то есть он футболист, за которым пытаются установить контроль, и он этому сопротивляется. Вот и вся ситуация. Почему устанавливают контроль? Ну, потому что людям нравится контроль. Людям нравятся многочисленные инструменты контроля. Людям нравится, чтобы человек принадлежал только им. Чтобы он не играл за другие команды, не дружил с другими людьми, не общался, не знакомился. Очень много людей пытаются зажать в такие рамки. Обычная история. Ляпа, я думаю, разберется. А мы с нашей стороны делаем все, чтобы он понял, чтобы он убедился, что ему тут хорошо. Если он почувствует, что ему тут плохо, но он это сам почувствует, это не кто-то ему скажет. Спасибо большое, Артем. До встречи. Хорошего вечера. До встречи. Пока. Хорошего вечера. Ну, в принципе, я думаю, что тут слова нашего спортивного директора и комментировать нечего. Ну, все четко и по факту. А, блядь, сука! Давайте теперь перейдем к теме Сергея Давыдова во время матча. Совка Рома взял и вытянул свою капитанскую повязку, ушел с поля. Блядь, ну тренер есть! Ну тренер же, блядь! Смотри, провязку скинул, блядь. Мань, замен! Брэд! Бухар! Бухар! Где, блядь? Блядь, давай, товарищи, культуру нажимать, бьет, это тренер же. Просто отрубывает, тренер, блядь. Мы этот момент решим, типа, Серега, ну, блядь. Просто ты пойми, ну, если это сложилось на поле, ты же сам пошел. Я, блядь, не пацан, блядь. Мне уже 40 лет завтра будет. И он, блядь, не может... Я с ним стоял, подошел специально к нему в перерыве. Он мне слова ничего не сказал. Он мне сказал, туда-туда все хорошо. Ты скажешь, Давыд, 10 минут у тебя все, вопросов нет, блядь. А он слова не может сказать. Потом кричит, блядь, 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 что ты, 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 ты. Если ты тренер, блядь, подойди, скажи, Давыд, давай, 10 минут все, блядь. А он ни слова не сказал. Ну, смотри, давай так, если бы он тебя поменял, ты бы на это отреагировал бы как? Нормально? Нормально. Ты подойди, конечно. Ты подойди ко мне, скажи, блядь, Давыд, блядь, 10 минут все, блядь. Потом еще поможешь. Ну, надо разговаривать. Просто ты понимаешь, что мы пропускаем, блядь, и игра начинает вот просто проседать. Ну, ничего, блядь, ну, подзови мне бровьки, я беда, ну, скажи мне что-нибудь, блядь, если ты тренер, почему мне какие-то, блядь, Егор орет, блядь, что он, что, ты тренер, ты мне крикни, подойди, скажи, Давыд, иди сюда, блядь. Все, я не прав? Ну, согласен, есть такой момент. Ну, ты тренер, блядь, подойди, блядь, зови, Давы, блядь, давай, все, 10 минут мы, блядь, пропустили, давай, блядь, а он, блядь, ну, че, блядь, Егор, ты кричишь, блядь, замену, Егор, вы тренера, нет, правильно? Нет. Ну, вот. Ну, просто он говорит замену, ты, говоришь, ну, я понял, блядь, претензию, базарами. Да, но сначала наберем нашему тренеру, Игорю Звездину, мы видим, как он нравится вам в комментариях канала Броуки. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте, Игорь. Да уже ищешь. Мы вас записываем, есть ли у вас 3 минуты? Да. Игорь, ну, во-первых, пора провести с вами стрим, кто этот тренер такой. Вы вообще читаете комментарии? Там пишут, что вы очень хороший. Вы удивлены? Там разные есть комментарии. Хороший, плохой, тряпка, мямля. Нет, но в основном очень хорошие комментарии. Там, где основные, там заплюсованные, это ваши. Поэтому Игорь, не надо так. Ладно. Мы пытаемся сейчас, мы пытаемся сейчас разобрать недопонимания, возникшие с Сергеем Давыдовым. Я думаю, что вы смотрели в ролике, где Сергей говорит, ну, что он мне не сказал-то, что там, ну, Серег, ну, еще 5 минут, ну, что? Сам мне, блин, ну, не мог мне сказать, там, ну, крикнуть, там, сказать, подзови, меня там кто-то меняет, вот это самое. Ну, претензия есть нау. Ну, это претензия после матча, то есть она озвучена все равно на камеру, но это медийный футбол, и поэтому хотелось бы какого-то медийного ответа на это. Ой, ну, ну, на самом деле, там такая длительная, многофакторная штука, забот на часа там, ну, там, слега не забивает где-то, тоже там, может, не комфортно. Потом хотел уйти в раздевалку, я посмотрел на другую реакцию команды. А, что, первое было, он недовольство, что он раздевал какую-то и не дал ему уйти? Ну, вообще, да. Ну, команда хотела уйти, ну, я так смотрю, просто я спросил одного, второго, третьего, потому что я же, ну, не все от себя пляшу там. Я смотрю, как вообще, общая настроима, вот, и в целом команда не хотела, то есть, выходить, пережил 15 минут, хотя, конечно, он там чуть подзавелся, не пошел к скамейке. Вот, по заменам, ну, представь себе просто ситуацию, что я буду каждому футболисту, понятно, что у него там определенный статус, есть роль там, но сориентироваться и каждому там говорить, ну, давай, слушай, ну, как у тебя дела там, ну, давай, сейчас еще 5 минуток и потом мы вместе подумаем, можно ли это. Ну, трудно, в общем, с какого роста работать. Нужно, конечно, на самом деле, не ко всем одинаковые, там, подходы и так далее. Это с этим, ты меня согласен. Вот, но, прям вот так, вот, кого-то там что-то уговаривать, я думаю, что, ну, не совсем верно. А ты после перерыва ему не говорил, да, типа, на какой минуте будет замена, там, заменит его, то есть, чем была связана именно замена его, именно в самом начале второго тайна, там, буквально через 5 минут, там, буквально через 5 минут. с Давыдом, с Давыдом, звонит. Сейчас, да, сейчас, тренер, мы к вам вернемся. Алло. Алешеньки, алешеньки. Серега, еще раз, серега, Ты, ты на записи сейчас, на записи. Что надо? Смотри, как, что будем делать с тренером? Может, вы там, типа, встретитесь завтра перед матчем, там, обсудите что-то? Как работать? В смысле, а что с ним делать-то? Как, а работать вместе? Да. Ну, это надо нам, у нас на луфбаме сталкиваться перед игрой, что он мне скажет? Я ему скажу свое мнение, пускай мне скажут свое. Ну, да, типа, где-то за час до игры, чтобы вы вместе собрались с ним. Ну, как за час? Восколько игра? Пол седьмого уже? Да. Ну, пол шестого, поеду, пол шестого, я подъеду, пол шестого, и все. Ну, да, типа, поговорить, да, с ним? Как раз со съемочной группой подъедешь. Ну, у меня к нему, как бы, ничего такого плохого нет, но если ему что-то сказать, я могу сказать, как бы, я, ну, как мне объяснить-то, блядь, у меня нету к нему каких-то предъяв, блядь, что, как бы, если он тренер, блядь, взял на себя такую ношу, блядь, то он должен, блядь, сказать, что он тренер, блядь, с большой буквы, а не так какая-то, блядь, там, не пойми, что. Тренер с большой буквы, на твой взгляд, что должен, ну, сделать все? Тренер с большой буквы, он должен, есть тренер, есть капитал, а есть потом президент, понимаешь? Угу. А, мы на третьем идем, я думал, мы сначала первые, елки-палки. ну, а вы на первом, блядь, вы делаете так, что вы хаваете все, на фу. Ха-ха, блядь, ничего себе, ладно, базар. Понял. Не, в данной ситуации, что, он должен был взять, на твой взгляд? Я, я к нему зла не держу, у меня зла нету, как бы, че, я, че, у него есть, блядь, и у него тренер, он должен сказать, как бы, свои там, какие-то слова, блядь, какие-то свои действия. Я ему скажу, что, блядь, ну, ты, как бы, у нас команда, блядь, тренер, ты должен подойти сказать, я капитан, блядь, подойди, скажи, что, блядь, Давыд, вот так, ты тренер, а он, блядь, ничего не говорит, че, че проблема-то? У меня проблем нет к нему. То есть, ты хочешь, чтобы было больше искренности с его стороны? Если что-то не нравится, пусть пойдет и скажет. Ну, да, 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 надо разговаривать с людьми, хули, а че, в себя жвачку жевать, блядь, нахуй нужна. Короче, Серега, я правильно понимаю, вот позови тебя он, допустим, в прошлом матче, после пяти минут второго тайма и сказал... Я тебя перебью, извини, смотри, я с ним в перерыве специально подошел, он мне ни слова не сказал, говорит, да, там нормально, там все, это все, хорошо, все, тишина. Хорошо, игра перевернулась, пускай мы пропустили, блядь, Давыд, подойди, побежал, блядь, все, игра туда-сюда, давай сейчас Шусарикова вперед, блядь, поставим, нахуй все, вопросов нет, конечно, блядь, все, то есть ты хочешь в данной ситуации уважения как к капитану, ну и к опыту, вы мне кричали, у нас есть тренер, блядь, а вы уже, вы уже, блядь, мне там, все, нахуй, ты не нужен, Давыд, иди в пизду, не, 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 так не было, не надо, не разгоняйтесь, Сергей, прошу вас, все, тормози, Давыд, заебал, не надо, пожалуйста, еще сколько тренировок, там, росписи, поставить, да, деньги должны, да, все, Серег, ну в общем, все нормально, завтра, завтра забиваем этим, СДФМ, забиваем Симону, обязательно, пенальти твой, я забью, я забью, я забью, я у меня есть, червы, если болельщиков, блядь, я его с тобой буду возить, пока не забью, но у меня есть, опа, блядь, это важно, я как раз завтра буду среди болельщиков, все, Серег, целуем, до завтра, завтра баня вечером, не забывай, да, пока, пока, вот, да, мы с Сергеем пообщались, он говорит, давайте встретимся перед игрой, с тренером обсудим, его главный, главный вопрос такой, что, типа, если тренеру не нравится, ну типа, ну я же опытный, я же капитан, ну скажи ты там капитану, что там, типа, Серег, давай, там, ну, есть капитан, есть команда, я понял, понял, вот этот момент, как бы, коллективного обсуждения, ну, я же согласен, с этим, вы в работе, Игорь, святой вы человек, Игорь, вы святой, вы любимец фаната, да, и пример того, как нужно из таких ситуаций, грамотно выходить, потому что, идти на встречу, и сталкиваться лбами, это равно, рано или поздно, отпупеть, а когда вот люди, в диалоге, завтра, кстати, Сергей сказал, что перед матчем хочет уже нормально все разрешить, где-то за час до игры вы встретитесь, я надеюсь, вы не против, и обговорить эту ситуацию, чтобы она там не повторялась, недопонимания не было, и как мне кажется, это хорошо, что это происходит на стадии группового этапа, когда мы можем все эти процессы разрешить, а потом уже, как рабочий механизм, поехать и переехать эту медиалигу, вот, оскрывательно. Вот ты драйзеровский заводик, еще один вопрос, мы задавали этот вопрос спортдиректору Артему, звучит он так, какие могут быть для ляпы минусы выступления Заброуков? Вот на твой взгляд, если честно, честно. Профессиональный? Да. Ну вот, единственная проблема, это подготовка, ну, как бы, направленный странировочный процесс, тренеру просто надо понимать в его клубе, когда такую нагрузку давать, и так далее, потому что иногда бывает, планируются определенные бига нагрузки, которые не сочетаются с игрой накануне, вот, если, в общем-то, тренер в курсе, и, там, игры не совпадают так, что прям завтра скорость силовая работа условно, то, в принципе, ну, я проблем не вижу. Мне кажется, что это хороший опыт, тем более, ну, там, и профессионалов много вокруг, и, там, где-то какое-то общение, профессионал, вот, и, и, и 100% игроку очень полезно, она будет влиять на какие-то дальнейшие, на дальнейшую его судьбу, как бы, вот, кубок не надо относиться. Ну, вот, если бы вы, Игорь, были тренером Химок, вы бы его отпустили? Там еще, кроме тренера Химок, есть руководство Химок, поэтому, там, если бы я был тренером, и все бы зависело только от меня, я бы был рад, что мой игрок играет, вот, единственное, что, если какая-то общекомандная работа планируется, может быть, на конкретной игре, я бы сказал, ну, вот, сегодня никак не надо, там, типа, а в какие-то моменты, окей, можно доиграть в 17 лет, такой возраст, когда? Ну, у них сезон сейчас заканчивается, мне кажется, наоборот, с точки зрения Химок, это классно, когда их представитель выходит на медиалиги, и рвет, типа, это показывает о том, что у них в структуре есть такие сильные игроки, это же наоборот, ну, как хорошая реклама, ну, может быть, я и не прав, не знаю, но мне так кажется. Ну, тут многофактная история опять, тут, как бы, результат их интересует свой, прежде всего, и если ляпа получит травму, или ляпа устанет, или там, что-то еще там, они будут разочарованы, и разозлины этой ситуацией, конечно. Логично. Спасибо. Счастья вам, Игорь. Всего доброго. Всего хорошего. До завтра. Завтра победим. В общем, друзья, это был философский ролик о футболе, капитанстве, тренерстве и жизни. В футбольном и нефутбольном мире, потому что Артем Хачатурян затронул моменты вообще, в принципе, человеческого мироздания. В чем смысл? И вот мы его пытаемся найти. Надеюсь, вам понравилось созерцать этот процесс. Счастья вам, ВИИ здоровья. Прощайте. До свидания. До завтра.